привет друзья с вами виктория в этом видео я хочу вам рассказать как приготовить правильно молочную рисовую кашу оставайтесь со мной и вы узнаете все секреты приготовления этого вкусного завтрака десерта полдника понравится такой десерт и взрослым и детям и в конце я попробую кашу и расскажу вам свои впечатления огонь воду сколько примерно грамм 300 воды миллилитров 300 воды рис я предварительно промыла промывать нужно рис до такого состояния чтобы водичка была прозрачная так вода у нас закипела добавляем рис воду сейчас мы его прокипятим 2-3 минуты и сольем на дуршлаг кипятить воду с рисом нужно для того чтобы рис отдал свой крахмал и потом ничего не прилипало вот рис у меня прокипел сейчас я его буду сливать через ситечко можно делать через дуршлаг через ситечко как вам удобно больше кипятить его не нужно видите вот он уже такой начинает немножко процесс варки пошел значит три смыслили с водой теперь я еле-еле надо чтобы донышко кастрюльки покрыла еле-еле водичка вот видите я немножечко вот сейчас я так сделаю чтобы было видно совсем капельку воды чтобы донышко было покрыто водой это для того чтобы у нас ничего не подгорало ни молоко не рис ничего для такой небольшой секретик тоже значит первый секретик это было молоко должно быть очень очень жирная рис нужно предварительно кипятить в воде две-три минуты и надо чтобы донышко было покрыто вот три секретика уже я вам открыла для приготовления вкусной каши и сейчас будем готовить дальше буду вам говорить что и как надо делать дальше молоко у меня литр молока все ингредиенты я вам оставлю в описании под видео так молоко теперь добавляю 3 столовые ложки сахара но это добавляйте по вкусу можно пробовать я обычно пробую на пробу хорошо перемешиваем добавляем соль сколько у меня здесь где-то около чайной ложечки соли тоже пробуем по вкусу хорошо перемешиваем и добавляем рис так молоко уже начинает потихонечку закипать но еще не закипела и нам нужно вот так хорошо все промешивать восьмерочкой промешиваем восьмеркой вот так советуют повара промешивать как цифра 8 чтобы ничего не оставалось и нигде не прилипало прямо вот так вот молоко у нас закипать начинает уже вот я вам специально показала смотрите чтоб она не убежала сразу уменьшаем огонь до минимального сейчас я уменьшу покажу вам какой у меня огонь совсем-совсем маленький вот сейчас я подвину кастрюлю специально чтобы вам показать вот еле-еле видно даже видите совсем-совсем маленький огонь так и все время надо следить и перемешивать перемешивать ну как иногда можно просто следить но перемешивать нужно очень часто все оставляем пока что на 20 минут потом будем смотреть пробовав дальше все происходит также вот видите она у меня практически не кипит это тоже важно чтобы рис не кипит чтобы он был все-таки такой не совсем прямо разваленный даст такой не знам о какой степени вот видите он уже у меня почти десять минут варится видите какое не такое чтобы прям совсем разваленный разваренный незнамо какой вот я продолжаю помешивать и варить вот так немножечко можно даже прикрыть крышечкой слегка вот так ну вот прошло 15 минут у меня уже как у меня варится наша рисовая молочная каша хорошо перемешиваю ничего не прилипло все хорошо сейчас я буду пробовать где-то через 15 минут нужно уже пробовать добавлять если нужно еще соль сахар пробовать какой вкус у нас получился и если рис уже сварился можно уже выключать переваривать там его тоже не нужно сейчас я попробую сейчас я вам скажу еще оставлю на пять минут уже очень-очень вкусно получилось вот видите молока много я не люблю чтобы прямо каша была совсем густая потом она настоится рис в себя впитает еще молоко добавим сливочное маслице потом будет очень-очень вкусно встретимся через пять минут хотела вам сказать многие готовят кашу добавляют в нее экстракт ванили цедру лимона также можно добавить карамель можно добавить некоторые специи это все по вкусу конечно же ну вот все пять минут прошло в общей сложности каша у меня варилась 20 минут и вот такая видите какая консистенция как раз вот самое то огонь уже выключила накрываем крышечкой хорошо сверху полотенчиком укутываем сейчас я накрою полотенцем так накрываем полотенцем и даем настояться 10-15 минут а затем будем разогревать в тарелочке и подавать к столу открываем кашку она у меня настоялось 15 минут посмотрите какое чудо получилось у нас то что и нужно самое то сейчас я вам так помешаю видите как я и говорила она набухает она еще убирает в себя молоко поэтому слишком сухую и делать не нужно пропорции я делала неоднократно пропорции не изменяете 200 грамм риса на литр молока или если вы делаете вам нужно поменьше то 100 грамм риса на пол литра молока и самое главное молоко должно быть жирная наша кашка как и обещала каша у меня сварилась и сейчас я ее попробую и расскажу вам свои впечатления очень-очень вкусно вкус детства мама все время варила эту кашу когда мы были маленькие я со своей сестрой или консистенция каши вот сейчас я вам поближе покажу посмотрите она получилась вообще такая сочная не сухая большим количеством молока но в то же время не жидкая как суп очень получается очень очень вкусно очень рекомендую вам попробовать этот рецепт ставьте лайк если видео рецепт вам понравилось пишите свои комментарии делитесь видео с друзьями а я всем желаю прекрасного настроения хорошего дня спасибо что были со мной и до новых встреч пока пока